Евангелие от Луки, глава седьмая. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его, убедительно говоря, он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. И Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему сделай то и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей, «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх. И славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Подшествие же, посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть, ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских? Что же смотреть, ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньшей в Царстве Божьем больше Его. И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Тогда Господь сказал, «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свиреле, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, и ест, и пьет. И говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисеев, возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думай, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Евангелие от Луки, глава восьмая. После сего он проходил по городам-оселениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие и с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов. И Иоанна, жена Хузе, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, Иной упала при дороге, и было подтоптано, и птицы небесные поклевали его. А Иной упала на камень, и взойдя засохла, потому что не имела влаги. А Иной упала между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А Иной упала на добрую землю, и взойдя принесло плод старичный. Сказав, Сио возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значило притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царства Божия, опрочем, в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье. А упавшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ, «Матерь моей и братья мои суть, слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!». Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали. И сделалась тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?». Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это, что и ветром повелевает, и в воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Годаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!». Но Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его. Так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?». Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелело им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшись же, рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались? Петр сказал, и бывший с ним наставник, «Народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, и Анна, и Якова, и отца, девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань». И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Евангелие от Луки, глава девятая. Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, «Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его?» Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собой, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и, требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру. И, приступив к нему, двенадцать говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать, и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте. Но он сказал им, «Вы дайте им есть». Они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб, разве нам пойти купить пищу для всех сих людей, ибо их было около пяти тысяч человек. Он сказал ученикам своим, «Рассадите их рядами по пятидесяти». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и, возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ, «За Иоанна Крестителя, Айне и за Илью, другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их, «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр, «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе. Ибо кто постыдится меня и моих слов, того сын человеческий постыдится, когда придет во славе своей и отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие Божие. После сих слов дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, ведь лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отехчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем трекуще, одну тебе, одну Моисею и одну Илии, не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголищей, «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глаз сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул, «Учитель, умоляю тебя взглянуть на Сына Моего, он один у Меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, без поверки его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим, «Вложите вы себе в уши слова сии, сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них так, что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его перед собою и сказал им, «Кто примет с ее дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Присем Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, «Не запрещайте. Ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа. Ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за Мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и одирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Псалом 99. Псалом Давида Хвалебный. «Воскликните Господу, вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас и мы Его, Его народ и овцы паства Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в рот и рот». Книга Пророка Осии, глава восьмая «Трубу кустам твоим, как орел налетит на дом Господен за то, что они нарушили завет мой и приступили закон мой. Ко мне будут звать Божий мой, мы познали тебя, мы, Израиль. Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель. «Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он дело Израиля, художник сделал его, и потому он не бог. В куски обратится телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него. Зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от времени царя князей». «Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им, как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет». «Забыл Израиль создателя своего и устроил капище. И Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его». Субтитры создавал DimaTorzok